Друзья, всем большой привет! С вами снова я, Терских Виктория. И сегодня у меня для вас маникюрчик на ручках моего любимого грызунчика-коварунчика. Говоря любимого, я совершенно не вкладываю никакого сарказма, не подумайте, ведь это ручки моей очень хорошей подруги. Просто милейший, замечательный человечек, но, увы, иногда мне приходится все же включать злого мастера маникюры и отказывать ей в покрытии после вот таких сюрпризов, которые случаются во время каких-либо нервных потрясений, и происходит это все на автомате. Ну а осознание приходит уже после того, как все сделано. И тут же мне в ватсап прилетают сообщения «Спасите, помогите!». Конечно же, в эти периоды мы переходим с покрытия на обычный гигиенический маникюр и в течение нескольких месяцев ждем, пока срастет вся поврежденная часть. По ногтевой пластине очень хорошо видно, что последнее покрытие было, к сожалению, безжалостно содрано в очередной раз и явно не хватает пару десятков слоев. Местами есть красноватые пятна, а значит, там у нас катастрофический истенчен ноготь, и покрывать такое я ни в коем случае не рекомендую. Первым делом я подравниваю остатки свободного края мягкой пилочкой на 180 или 240 грит. Затем аккуратно отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой и разделяю все склейки. Уделяю этому этапу особое внимание, так как ногти и кутикула, можно сказать, находятся в стрессе. После такого потрясения организм стремится защитить ноготь и начинает активно стелиться кутикула, при этом происходит это неравномерно. Хочу обратить ваше внимание на склейку у правого синуса на среднем пальчике. Ее мне не удалось расклеить палочкой, и в таком случае, чтобы фреза не забурилась в кожу или еще хуже в ноготь, максимально аккуратно на небольших оборотах, буквально 3-5 тысяч в режиме форвард, прохожусь кончиком фрезы по самой склейке сверху вниз, и таким образом она мягко счищается и уже не будет мешать нам в дальнейшей работе. Далее работаю в обычном режиме, но не забываю, что кутикула сейчас истончена и находится в стрессе, поэтому немного понижаем обороты, ставим скорость примерно 10-12 тысяч. На форварде прохожусь справа налево от правого синуса через середину к левому синусу и спускаюсь в боковую пазуху. Затем те же самые движения, только наоборот в режиме реверса. То есть двигаюсь от левого синуса через правый и также спускаюсь в боковую пазуху. Вроде бы сегодня у нас просто маникюрчик, но недавно при общении с ученицей я столкнулась с тем, что некоторые мастера недооценивают фрезы с желтой насечкой и думают, что они совершенно бесполезны в работе. Ну или ими можно максимум заменить силиконовый полировщик. Поэтому мне захотелось показать вам, что такой наборчик из пары желтых фрез, пламя и шарик, как мне лично кажется, должен иметь любой уважающий себя мастер. Это сугубо мое мнение, оно может отличаться от вашего, но согласитесь, ведь у всех нас наверняка есть клиент с настолько тонкой и чувствительной кожей, что даже красное пламя не всегда дает возможность сработать без кровопотерь. А при виде режущих инструментов у клиента волосы встают дыбом, а мастера пробирает холодный пот. И вот это тот самый маленький наборчик, который совершенно не потребует с вас каких-то колоссальных затрат и вложений, но станет вашей подушкой безопасности на случай, если придет такой клиент. В завершении мы, конечно же, шлифанули все маслицем, направленным на заживление и восстановление кожи, а также стимуляцию роста ногтевой пластины. К сожалению, ссылочку или название масла оставить не смогу, так как это моя авторская разработка, которую я в течение всего года тестирую и совершенствую. Возможно, когда я буду довольна формулой и результатом на все 100%, появится возможность его приобрести. На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, видео было для вас полезным и интересным. Если это так, ставьте лайк или оставляйте любой смайлик в комментариях, мне будет очень приятно. Всем спасибо за внимание и до встречи в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok